Возьмите нож и вырежите отверстие шире, чем поврежденный гипсокартон. Ударный урон всегда больше. Он не виден с тыльной стороны гипсокартона, спереди это что-то вроде впадины. Вам понадобится отрезанный кусок гипсокартона на пару миллиметров шире во всех направлениях. Чтобы закрыть им плотно дыру. Выровняйте его. Возьмите нож и вырежьте нужный вам кусок. Прикрепите к гипсокартону тыловой стороной ленту. Заплатку аккуратно вставьте в вырезанное отверстие на пару миллиметров. Далее возьмите шпатели мягкими постукиваниями ведите заплатку до уровня общей поверхности в одной плоскости. Не страшно, если заплатка окажется чуть-чуть глубже, в дальнейшем вы сможете его отшпаклевать в одной плоскости. Слегка отшлифуйте, но не усердствуйте, особенно на стыках вырезанного отверстия. Какие еще есть варианты для устранения недостатков на гипсокартонных поверхностях? Купите панель с пружинными пазами, они отлично смотрятся и легки в установке. Достаточно просто вырезать необходимую площадь. При установке панели аккуратно надавите, чтобы не повредить гипсокартон. Заделывайте трещины с помощью пистолета с пеной. Поверните спусковой крючок и вы сможете почувствовать, какое количество пены нужно для любого зазора или трещины. Пена сохнет от 4 часов в зависимости от объема. Не спеша, аккуратно убираем лишнюю пену строительным ножом, только с новым острым лезвием. Так, чтобы нож резал высохшую пену, а не рвал ее. На оставшиеся дефекты и зазоры используйте финишную шпатлевку, равномерно ровняя шпателем. Наклейте плоскую ленту на поверхность и нанесите на нее еще один слой шпатлевки. Для более качественного и быстрого выведения углов, можно использовать специальные углы или же бумажную ленту, которая клеится на шпатлевку в двух плоскостях. Нанеся грубо первый слой шпатлевки, вы как бы вдавливаете ленту в раствор шпаклевки, равномерными усилиями с помощью шпателя разравниваете бумагу по всей плоскости, после чего шпаклюете сверху, получив армировку как бы внутри шпаклевки. Для шпаклевочных работ вы используете финишную шпаклевку в виде порошка, которую разводят с теплой водой, до той массы, которая будет легко наноситься на реставрируемой поверхности. Если в раствор добавить щепотку соли или соды, то процесс затвердевания ускорится. Готовую шпаклевку нанесите на поверхность гипсокартона, равномерно растяните ее и приложите к ней бумажную ленту на всю длину реставрируемого участка. Поверх вклеенной бумажной ленты наносите новый слой шпаклевки и аккуратно шпателем разравниваете до одной ровной плоскости. Все неровности и вмятины будут удалены при умеренном и равномерном направлении движения шпателем по сырой шпаклевке. Отшлифуйте. Продолжение следует... При выполнении всех видов шпаклевочных работ, появляется мелкая пыль, которая значительно мешает при финишных работах. Ее обязательно необходимо убрать при помощи щетки или веника. Можно также немного смочить, чтобы она в процессе уборки не подымалась. Для монтажа куска гипсокартона к любой плоскости необходимо изначально точно выбрать размеры куска, затем на всю плоскость нанести тонкий слой шпаклевки или гипсового клея Perlfix и для окончательного монтажа можно закрепить на саморезы по гипсокартону. Вот такими несложными действиями можно восстановить гипсокартонные стены. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайк, а мы пошли готовить следующий сюжет.